Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу поблагодарить всех собравшихся в зале, потому что эта конференция объединила муниципальную, государственную медицину, объединила частную медицину и объединила тот научный потенциал, который представлен Медицинским университетом Киевским. Кроме того, очень приятно видеть в зале очень много студентов, видеть врачей, которые имеют большой практик. И я очень рада, что в сегодняшней программе нет докладов, которые спонсированы нашими фирмами фармацевтическими, которые периодически заставляют нас то лечить Эпштейн-Бар вирусную инфекцию, то повально заниматься лечением гельминтозов. Все доклады, которые сегодня здесь представлены, это доклады, которые направлены на информацию, на обучение, на продление профессиональной или развитие, расширение профессиональных компетенций и представлены собственными исследованиями, которые есть. Ваше внимание представляется вот такой доклад. Длительные фибрильные лихорадки у детей. Междисциплинарная проблема современной медицины. Этот доклад я не открою вам секрета. Сегодня в клинике Добропыт у нас есть два больших стационара, и такие дети достаточно часто к нам попадают. И мы ведем набор материала для того, чтобы подготовить, может быть, я не притяну на какой-то стандарт или какой-то алгоритм, который поможет всем нам находить кратчайшие пути постановки диагноза. Но, тем не менее, проблема этой сегодня есть, и частично с этой проблемой нам бы хотелось вас познакомить. Так, куда? Куда? Куда направлять? Куда? А куда направлять? Направлять-то? А, вот так, да. А, все. О, спасибо. Там не обязательно, да. Я хочу сказать, что проблема эта достаточно актуальна, и в дебюте многих заболеваний у детей, в частности инфекционных, отмечается такой важный клинический симптом, как лихорадка, повышение температуры тела. Однако я должна сразу, как врач-педиатр, сказать, что не каждое повышение температуры тела является лихорадкой. Лихорадка носит защитный характер, при этом формируется достаточно мощная такая естественная реактивность организма. Определение понятия. На сегодняшний день, учитывая то, что достаточно много работ, найти в литературе какого-то единого определения понятия не представляется возможным. Есть работы Петерсдорфа, 61-й год, которые впервые определили лихорадку неясного генеза, как температура тела свыше 38,3 градуса, сохраняющаяся в течение более трех недель, с диагнозом, который остается неясным после пребывания в стационаре одну неделю. Ну, вот такие вот критерии были внесены в 61-м году. В 90-м году Малаховский определил ключевые параметры такой лихорадки – пирогенность, моносимптомность и безрецидивность. На сегодняшний день хочу сказать, что многие авторы подчеркивают, что лихорадка неясного генеза чаще обусловлена распространенными неэкзотическими заболеваниями, которые протекают атипично. По МКБ-10, это лихорадка, невыясненная теология, находится у нас в разделе Р-50. Видите, вот здесь вот на слайде представлены расширения третьей цифры, лихорадка, которая сопровождается ознобом, стойкая лихорадка, нестойкая лихорадка. Ну, вот так вот она классифицируется в МКБ-10. Терминологии современной практики. Вот здесь я хотела бы вас познакомить, кроме того термина лихорадка неясного генеза, который я вам говорил, 61-го года, который вот здесь представлен, в педиатрической практике используется несколько иное определение, согласно которому лихорадка неясного генеза – это лихорадка продолжительностью более двух недель, в течение которых невозможно установить диагноз, даже обследовав ребенка в условиях стационара. Кроме того, в последние годы появился еще один термин – лихорадка без видимого очага инфекции. Вот, учитывая такое большое разнообразие, наверное, и следует говорить, что на сегодняшний день эта нозология достаточно мало изучена, она изучается, и нет единого подхода клиницистов. Этиологическая структура. На данном слайде предвидена этиологическая структура лихорадок у взрослых пациентов. Вот, по данным большинства литературы, инфекционные болезни – это 30-40% всех лихорадок неясного генеза, опухолевые процессы – 20-30%, системные заболевания – приблизительно 10-20% и вот такая большая группа – 10-20% – это другие заболевания. Это вот те знаки вопроса, которые остаются на сегодняшний день. Вместе с тем, согласно сведениям литературе, приблизительно 15%, вот 5-15% не удается выявить вот даже ту причину и поставить окончательный диагноз даже после того, как пациент хорошо и всесторонне обследован. В этиологии длительной лихорадки у детей выделяется три категории. Это основные категории – это инфекционные заболевания, болезни соединенной ткани, новое образование. Видите, несколько изменился порядок тех направлений и тех поисков, которые мы осуществляем. И хочу сказать, что по мере увеличения длительности лихорадки уменьшается шанс на выявление инфекционных заболеваний. Мы этот педиатр хорошо знаем, и если ребенок после выписки из стационара продолжает лихорадить и остается непонятным его диагноз, чаще всего это уже не инфекционное заболевание, а нужно искать болезни соединенной ткани или новое образование. Итак, критерия лихорадки без видимого очага инфекции. Я вам говорила о том, что такой термин появился в литературе, он широко появился как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Это температура свыше 39 градусов Цельсия у детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет и выше 38 градусов у детей в возрасте от 0 до 2 месяцев жизни. При, опять-таки, вот то, что повторяется во всех определениях, при отсутствии в момент первого осмотра токсических или септических симптомов очень тяжелого заболевания. Вот такой терминология. На этом слайде написана статистика вот той оккультной бактериемии, которая чаще всего у детей вызывает лихорадки неясного генеза. Это данные москвичей. Они были представлены на съезде педиатров в прошлом году. У детей от 0 до 2 месяцев преобладает кишечная палочка, клепсиэлос, трептококи группы В, энтеробактерии, энтерококи. Частота у детей от 3 до 36 месяцев с лихорадкой, вот такой вот без очага инфекции, составляет приблизительно 3-8%. При температуре выше 40 градусов увеличивается частота выявляющегося микроорганизма приблизительно в 11%. И у детей от 0 до 3 месяцев вероятность бактериемии составляет от 5 до 22%. То есть вот такая высокая частота инфекционного агента, который играет роль в септицемии и в бактериемии у этих детей. Частота тяжелой бактериальной инфекции. Не во всех случаях она развивается, это нужно тоже говорить. Частота варьирует в зависимости от возбудителя. Менингит приблизительно в 3-6 случаях, в 12 раз чаще при гемофильной инфекции. Инфекция мочевых путей выявляется у 6-8% детей. У девочек до 16% при лихорадке вот такого неясного генеза без тяжелого очага инфекции. Роль вирусов. Здесь тоже очень интересная статья, я вот ее переводила. Это данные наших американских коллег в клинике Института Сан-Луис, американской. Они выявляли вирусы, и причем брали 3 группы детей. Первая группа была детей, которая имела лихорадку неясного генеза. Вторая группа детей имела лихорадку и уже определенную топическую, вероятную бактериальную инфекцию. И были дети без лихорадки. Посмотрите, пожалуйста. Один или несколько вирусов были выявлены у 76% детей, у которых была лихорадка неясного генеза. У 40% детей, у которых была лихорадка и уже был топический очаг. И у 30% детей, которые были без лихорадки. Очень интересная вторая часть. Это 4 вируса, которые были выделены у этих детей. Из них основное место играет аденовирус, вирус герпеса человека 6 типа, энтеровирус, пореховирус. Они обнаружены, посмотрите, пожалуйста, от 57% до 7% детей. То есть вот такое сочетание вирусных агентов. Но вот еще то, что приводится в этой статье, что более половины детей, перед тем, как был установлен диагноз виремии, получили антибиотики на догоспитальном этапе. И в этой статье говорится о том, не один курс, а несколько курсов антибактериальной терапии. Унифицированная схема движения к постановке диагноза. Здесь мы хотели поделиться своим собственным подходом. Не знаю, правильный он или нет, но в некоторых случаях мы стараемся придерживаться этой схемы. Итак, мы первое, что делаем, собираем доступную информацию о больном. Это понятно, это те азы педиатрии, которым нас учили на третьем курсе. Максимально диагноз, семейный диагноз, ребенка, анамнез жизни, анамнез морби. Дальше составление перечной синдромно похожих заболеваний. В педиатрии я вам говорила, что на первом месте инфекционная болезнь, а на втором месте это болезнь несоединенной ткани. То есть ищем похожие заболевания, которые характеризуются тем или иным симптомом. И формулируем первую диагностическую гипотезу. Вот эта первая диагностическая гипотеза – это тот рабочий материал, с которым мы работаем. Дальше мы обследуем по этой гипотезе, определяем целый ряд каких-то лабораторных, инструментальных методов диагноза. И если мы получаем отсутствие каких-либо убедительных данных за то, что диагноз уже поставлен, мы формулируем следующую гипотезу. И, к сожалению, вот таких вот гипотез может быть сформировано за время нахождения пациента в стационаре несколько. Как правило, одна не получается. Я чуть дальше покажу вам клинические случаи. Менеджмент диагностики. На первом этапе мы ставим перед собой задачу верификацию инфекционных очагов. Посмотрите, пожалуйста, это не весь перечень, который приходится делать для того, чтобы понять, где тот очаг, где возможный будет пробой для того, чтобы поставить диагноз. Я думаю, что будет на сайте, да? Да. Просто будет презентация, я вам ее оставлю. При этом, вот при всем, вот даже после того, как мы провели первый этап, я хочу отметить некоторые проблемы лабораторной диагностики, которые на сегодняшний день имеем. Каждый ребенок с бактерией имеет лейкоцитоз ниже 15 на 10,9 литр. Вот вам и диагностическая значимость лейкоцитоза. Не получается. Уровень цирреактивного белка 79% с бактериями имеют цифры выше 70 грамм на литр, тогда как при вирусных инфекциях только 9%. И посмотрите, пожалуйста, новый модный показатель прокальцитонин, да, который как бы должен нам помочь поставить диагноз. Генез, топику, что это, бактериальная инфекция или только 68% детей с длительными лейкоцитонинами имеют неповышенный уровень прокальцитонина. Это вот только те особенности, которые мы уже выявили. На втором этапе диагностики, поскольку сформулированная концепция, и мы не получили ответа после первого этапа, мы формулируем новую диагностическую доктрину. И продолжаем исключать онкозаболевания, системные заболевания и продолжаем искать инфекционный поиск. Потому что мы понимаем, что многие вещи нужно подождать немножко недельку или еще что-то для того, чтобы появились маркеры этой инфекции. И на третьем этапе, который направлен на исключение онкологических заболеваний, выявление субклинических патологий, и вот включается вот эта вот мощная такая техника, которая помогает нам тоже поставить диагноз и топически определить. И здесь я хотела привести вот несколько примеров. Вот такая девочка 99-го года, большая девочка, болеет повторными респираторными заболеваниями с конца 9-го года. Получала энное количество антибиотиков. В 11-м году возникла гипертермия до 30-ти, которая сокращалась стабильно до 7-го, 1-го, 11-го. То есть видите, как долго. За исключением ночных часов, когда ребенок спал. Безокселярная асимметрия, потому что это один из методов, который тоже позволяет диагностировать лихорадку. Ребенок амбулаторно осматривается педиатром, лором, эндокринологом. Был целый ряд проведен обследований. Из носа выделена стафилокока урыва с широкой чувствительностью. Получены поздние антилакции МВ, поздние КИБВ, экспрессия вируса в слюне. Ну и в течение 4-х лет ребенок наблюдается дерматолога по поводу плоских бородавок. Получалась дитромицин направлена в стационаре. Средняя продолжительность лихорадки у этого ребенка составила 30,2 дня. Средний уровень температуры 38,2 плюс-минус 0,4 градуса Цельсия. Регистрировалась лихорадка интермитирующего типа. Посмотрите, пожалуйста, на этом слайде мне даже не хватило места мелким шрифтом десятка. Это все то, что сделали в стационаре. Это энное количество обследований. Ну, представляете, да, что я забыла. И вот диагноз. Синдром вегетативной дисфункции предпубертатного возраста, незначительный пролапс передней створки метрального клапуса, плоские бородавки, вульвит, сколиоз. Я написала слово «агравация» в кавычках. На самом деле этот ребенок агравировал. Вот этот вот диагноз был написан для родителей, потому что родители были настолько уверены, что у ребенка есть лихорадка неясного генеза. Они готовы были искать, литрами сдавать все биологические жидкости организма для того, чтобы поставить диагноз. Но на самом деле ребенок агравировал. Выявили это совершенно просто. Ну, как-то вот поставили доктора, который ходил целый день и измерял температуру в своем присутствии, в туалете. То есть, ну, вот такие вот вещи. И вот второй пациент. Это маленький ребенок, 13-го года. Это свежий ребенок. Специализирован на шестой день заболевания с жалобами на стойкую лихорадку. 39-40 градусов ребенок давал. Был осыпь на кожных покровах, снижение аппетита, вялость. И индексационный синдром. Из анамнеза вот видно, что ребенок перенес вирусную инфекцию, получал групп ринозин, получили улучшение, потом новое повышение температуры, явление конъюнктивита, мелкую пятнисто-популезную сыпь на коже, осмотрено педиатром, назначено угментин, на фоне приема антибиотика без изменений, лихорадка и высыпание сохранялись, в связи с чем ребенок был госпитализирован. На фоне проведенной терапии в стационаре ребенок без изменений, температура тела повышалась до 39 градусов высокие, три раза в день, купировалась с жаропонижающими препаратами, на кожных препаратах сохранялась пятнисто-популезная сыпь, на фоне однократного введения дексаметазона интенсивность высыпания уменьшалась. Длительность лихорадки катамна с этого ребенка 23,4 дня, средний уровень температуры 38,7, регистрировалась лихорадка неправильного типа, возвратная. Количество исследований, которые здесь проведены, диагностических, консультативных, вот тоже вот такой вот огромный список. И вот посмотрите диагноз. Это тот диагноз, который ребенок был без знака вопроса. На сегодняшний день ребенок уже пролежал в инфекционной больнице и сейчас находится в отделении кардиоревматологии, поставлен в вопрос болезни Кавасаки. Вот такой вот длительный путь, и тем не менее после выписки из стационара ребенок у нас находился 15 дней, он выписал со сплошными знаками вопроса. Лечить или не лечить? Эти вопросы задают и мои доктора, и мы это тоже задаем сами себе. Но вопрос о целесообразности не может быть решен однозначно, вот повально, как в качестве протокола. Каждый конкретный ребенок, по нему решается вопрос, нужно лечить или не лечить. Если состояние ребенка стабильное, мы, как правило, лечение не проводим. Вы сейчас поймете, какое лечение. Да, есть дезинфекционная терапия, есть применение нестероидных воспалительных препаратов. Вот согласованными показаниями к снижению температуры с помощью жаропонижающего, вот мы для себя вот это вот приняли, да, температура свыше 39, мышечная ломота, головная боль, шок, у детей с фибрильными судорогами, у детей с тяжелыми заболеваниями, ЦНС, и у детей первых трех месяцев жизни. Я ничего нового здесь не поставила, это все известные критерии, которые мы давным-давно пользуемся, но тем не менее, если ребенок хорошо переносит высокую температуру, я имею в виду до 38, до 39, мы стараемся исключительно только отпаивать и дезинтоксикационную терапию. Антибиотики. Вторая группа препаратов, которые, к сожалению, вот назначая антибиотики в стационаре, мы, наверное, в большей степени лечим свой собственный страх. Ребенок поступил в стационар, температура зашкаливает, родители стоят, потом приходит тяжелая артиллерия в виде бабушек, дедушка, потом начинают звонить коллеги из других клиник. Ну вот что делать? У детей основная цель назначения антибиотиков – это предотвращение очага бактериальной инфекции, тяжелого очага. Ну и вот в качестве такого препарата, который мы используем, мы используем цевтриаксон. Ну, берем, конечно, лучшие его аналоги в виде рацифина, медаксона, но тем не менее, это медаксон. Идем в дозе 50 мг на килограмм массы внутримышечно, или внутривенно, поскольку всегда есть венозный доступ. Но я хочу сказать, что антибиотики без достаточных оснований способны изменить картину, которую вы имеете, и тогда диагноз приобретает еще энное количество знаков вопроса. Критерии, которые мы пользуемся перед тем, как назначить антибиотики. Ну, вот здесь вот есть лейкоцитоз, возраст ребенка, изменения в анализе крови, извинения в анализе мочи, изменения на рентгенограмме, если имеем, и получение положительных данных посева крови или мочи. Ну, проверка адекватности того, что вы правильно назначили. Ничего нового здесь тоже мы не внесли, но тем не менее, мы считаем, что эти критерии должны и могут быть положены. Глюкокротикоиды – еще одна группа препаратов, которые постоянно хочется назначить такому ребенку. Необоснованное назначение гормональных терапий может привести к тяжелым последствиям. Мы все знаем, генерализация инфекции. И если вы неправильно выбрали свою тактику, то мы получаем еще более тяжелые заболевания, чем имели до того. Нужно помнить о том, что лимфопролиферативные заболевания – это те заболевания, которые у детей тоже встречаются. И назначение глюкокротикоидов способно устранять лихорадку при этих заболеваниях. Но медвежью услугу, которую делаем мы этим детям, тоже велика. Проблемы, которые возникают при лихорадках неясного генеза. Я не беру остальные препараты, потому что они все носят больше такой симптоматический, успокоительный характер для персонала и для родителей. Длительное отсутствие клинического диагноза – да. Задержка этиопатологического лечения на неопределенный срок – тоже да. Удлинение сроков пребывания больного в стационаре – тоже да. Я представляю частную клинику, и вы понимаете, какую материальная тяжесть укладывается на плечи родителей. И мы, конечно, стараемся максимально быстро провести исследование и дальше переводим в какие-то специализированные отделения муниципальных клиник для того, чтобы ребенок мог уже дальше получать терапию. Большой объем дорогостоящего обследования – тоже да. Потеря доверия к врачу – да. И очень много. И развитие синдрома уязвимого ребенка – это тоже есть, когда родители начинают думать, что это все, это конец, и тогда ребенок еще больше погружается в эту болезнь, и нам остается только, конечно, пожимать плечами и говорить о том, что все будет хорошо. И вот из литературы я выбрала, вот на нескольких слайдах, их очень много, это так называемые красные флажки диагностики. Сейчас очень модно, что мы должны понимать какие-то особенности, которые характерны для любого заболевания, но и вот те красные флажки, которые заставляют нас задуматься. Вот они вот в таком виде представлены. Здесь и, ну, например, такого типа. Негативные результаты эхокардиографии не исключают диагноз инфекционного эндокардита. Мы это всегда помним. И если на эхокардиографии нам пишут, что все леги-артиз, мы все равно думаем о том, что инфекционный эндокардит может быть. Диагностическое значение имеет повышение уровня иммуноглобулина М. Обязательно должны определяться маркеры вирусного гепатита В и С. Мы это внесли в свой алгоритм диагностики и это используем. Ну вот еще такое, да. Наличие лихорадки неясного генеза более года делает маловероятным данные, что это инфекционный или опухолевый генез. Более корректно трактовать не атипичное течение, а атипичное начало заболевания. В дальнейшем это заболевание протекает типично. Вот так как и с тем ребенком, о котором я вам говорила, маленький ребенок, на сегодняшний день синдром Кавасаги течет, так как ему и положено течь со всеми вытекающими последствиями. От чего зависит прогноз? От причины, безусловно, вызвавшей эту лихорадку, от своевременности постановки диагноза, от квалификации, опыта, профессионального чутья лечащего врача, а также наличия у него определенного кредита доверия от родителей. Вот если родители будут стоять по другую сторону от врача, чрезвычайно сложно помочь этому ребенку. Ну, в контексте проблемы с ПИДа мы никогда не сбрасываем с счетов. Перефразируя известную украинскую врачебную поговорку, при затруднении в диагностике, я еще шостен и так думаю про снит и рак. Это такая, видите, поговорка украинская, врачебная, но тем не менее это то, что остается думать, и о чем никогда не нужно забывать. Выводы. Важно. Больной с лихорадкой не должен подвергаться тотальному, а только селективному обследованию в соответствии с клинической симптоматикой. Не всегда оправдано последовательное использование методов с нарастающей сложностью, информативностью и инвазивностью. То, что мы принимаем у детей, которые приходят с банальными рутинными инфекциями. Не следует руководствоваться исключительно консультациями специалистов узкого профиля. Почему я так говорю? Потому что обычные заболевания с необычным началом. А, к сожалению, узкие специалисты, они привыкли видеть заболевания обычные. Алгоритм диагностики вырабатывается доктора исключительно индивидуально. Диагноз никогда не должен считаться окончательным, поскольку является основанием только лишь для симптоматической терапии, о которой я вам говорила. Вопрос о целесообразности и обоснованности назначения лечения. Больным с лихорадком до ее расшифровки не может быть решен однозначно. И опять-таки должен рассматриваться индивидуально в зависимости от конкретной ситуации. Ну и заключая вот такой вот обзор и литературы, и собственные данные, я хотела бы привести выражение нашего корифея, профессора Боткина, который говорил о том, что наблюдая больного, необходимо помнить, диагноз есть более или менее вероятная гипотеза. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...